Отвечаю на ваш вопрос по поводу виртуального мира и интернет-пространства. Конечно, смешно представить сейчас наш современный мир без интернета. Глупо ограничивать людей, запрещать им этим пользоваться, и глупо было бы думать, что это не произошло бы. Вообще этим можно только восхищаться, как вообще это все придумано, как это работает, и что это за такое устройство. То, что касается негатива, то, что из интернета недополучают люди информацию. Действительно, он был рассчитан изначально, чтобы они получали полную информацию. То, что касается таких политических моментов, ну а как без этого? Ведь этот виртуальный мир, он огромен, он заполоняет весь земной шар. Конечно, люди этим пользуются. Всегда было черное и белое, всегда были хорошие и плохие. И так же и там, на войне, как на войне, как говорится. И там есть плохие, есть хорошие, которые им противостоят. Не бывает только все белое. Вот придумали интернет, и все там сидят, ой, как мы информацию классно получаем, как все здорово. Конечно, так не бывает, это невозможно. Всегда создается конфликт, всегда есть какие-то, особенно в таком глобальном интернет-мире. То, что касается, нужна ли нам реальность, конечно, она нам нужна. Но как мы можем жить без живого общения? Как мы можем жить без печатных книг? Как мы можем жить без любви, без прикасания к человеку, к ребенку, к любимому мужчине или женщине? Этот мир необходим человеку как сущности, как личности, в конце концов. Конечно, хочется это уравновесить, и хочется, чтобы человек все-таки понимал и оценивал адекватно, сколько он находится в том мире и сколько он находится в реальном мире. Как это объяснить человеку? Наверное, здесь должны работать родители прежде всего. Потому что кто сталкивается с... Вот сейчас уже мой ребенок, ему 4,5 года, конечно, он уже разбирается, ковыряется. Я не стараюсь его ограничивать, потому что все ограничения ведут только к одному, к более еще усиленному движению в том направлении, где нельзя. Поэтому я как здравая мама понимаю, что не надо ограничивать, но надо объяснять ребенку. Вот с родителей давайте начнем просто. Не будем сейчас думать о том, как мы всех людей. Вот просто родители. Дорогой мой сын Ваня, вот твой мозг засохнет очень быстро, если ты будешь сидеть только в этом компьютере. У тебя не будет друзей, у тебя не будет интересных занятий, ты не будешь заниматься спортом, ты не будешь весело проводить время с друзьями. То есть можно найти массу примеров каких-то, каких угодно, которые каждая мама знает про своего ребенка. И вы знаете, на него это великолепно действует. Как только ему говорят, что его мозг засохнет, он этого как-то в чудо очень боится, потому что он считает себя продвинутым, умным уже в этом возрасте. И он не хочет таким образом застревать вот там вот. Он понимает, чтобы получить знания, одного интернета недостаточно. Надо попробовать, надо поковырять, надо червяка, в конце концов, на улице достать, посмотреть, как он выглядит. Через интернет это сделать невозможно. И вот пока каждый родитель не донесет своему чаду вот эту информацию, ничего, конечно, хорошего, никакого равновесия не получится. Так что, родители, умоляю вас, начните прежде всего со своих детей. По-другому никак, я так думаю.